Вот такая вот получилась у меня кукурузка. Она уже достаточно прилично разбухла. Итак, ставим вариться. Отварили мы свою кукурузку. Вкрутил гаечку, сделал вот такой вот клапан. Написано клубничный, но пахнет он. А в эти баночки берем наш ароматизатор. Привет, друзья! И вы на канале Павел Рыбал. И в этом видео, друзья, я хочу поговорить о кукурузе. Мы с вами приготовим какое-то количество кукурузы. У меня есть вот такой вот мешочек. Это обычная кормовая кукуруза, которую я приготовлю по определенному рецепту. И мы с вами посмотрим, сколько получится у меня кукурузы на выхлопе из вот такого вот небольшого мешочка. Итак, взвесим мешочек. Так. 2,5 килограмма весит эта кукурузка. Сейчас я ее помою. Помыть надо очень хорошенько, тщательно, как можно интенсивней. Затем вот в такой вот коробочке, которая с закрывающейся крышкой, чтобы не влезли ваши домашние животные или детки, вот, закроем. И она будет у нас до завтра настаиваться в воде, набухать, принимать свою форму. Затем мы с вами ее отварим. И сразу же расскажу, что мы будем делать. Ну, во-первых, вот такие вот у меня есть 2 банки. Мы с вами сделаем ферментированную кукурузу. 2 баночки будут ферментированной кукурузы. 2 баночки, специально не выбросил под этот ролик, обычные 2 банки. Мы с вами законсервируем кукурузу. Ну, а дальше из ферментированной кукурузы мы с вами сделаем ликвид КСЛ. Как я делаю ликвид, на котором можно замешивать прикормку, можно также диповать свои насадки. Кстати, на ферментированную кукурузу, кто не ловил, обязательно попробуйте. Тоже очень хорошая тема. О ферментированной кукурузе вы можете найти очень много чего сказанного в интернете. Ну, а мы с вами отправляемся, моем и замачиваем, друзья. Мы с вами какую-то часть отварим, то есть мы, вернее, всю эту кукурузу сначала отварим, потом поделим на то, что я законсервирую, сколько получится. Я думаю, что получится вот как вот я вам только что показал. Значит, заферментируем кукурузку и законсервируем для последующих наших зерновых миксов. Оставайтесь на моем канале, подписывайтесь обязательно на мой канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Ну, в общем, смотрим, друзья. Ну, что, друзья, прошло три дня, как моя кукуруза замачивалась в воде, периодически ее промывая, сливал воду, снова промывал, снова помещал ее в воду, опять она лежала в воде. Такого процесса делать не надо, просто не нужно. Достаточно одного дня, на сутки буквально, замочить нашу кукурузку, и, в принципе, можно ее готовить. Я же поступил так, потому что у меня не было выбора, не было возможности снять из-за работы, из-за семьи и всего-всего-всего, что у нас в быту. Поэтому, друзья, кукурузка наша, сейчас я вам покажу ее. Вот наша кукурузочка. Вот такая вот получилась у меня кукурузка. Она уже достаточно прилично разбухла, ну, еще бы за три дня. Вот. И уже практически давится руками. Ну, то есть, можно, в принципе, раздавить вот такая вот кукуруза. В принципе, ребят, очень многие вот просто замачивают кукурузу, не парятся и едут на водоем, ловят рыбу. Причем, даже если она забродила собственными сахарами, которые присутствуют в нашей кукурузе, за счет этого она может забродить свободно, сама и без нашей помощи. Но я считаю, что это неправильно, потому как такой кукурузой карп может очень быстро насытиться, забить себе желудок, как говорится, и надолго-надолго, друзья, покинуть нашу точку. Но это мое сугубо личное мнение. Я же предпочитаю все-таки варить кукурузу. Именно поэтому, друзья, мы с вами сделаем ферментированную кукурузу. В ферментации, собственно, мы уже заранее поможем карпу переварить этот продукт. Итак, смотрим дальше. Сейчас нужно ее поставить вариться. Я поставлю воду и будем ее варить. Пока месь она не будет такой вот буквально мягенькой. Я не хочу сделать, естественно, кашицу, потому что отсюда какая-то часть пойдет на насадку. Но кукуруза должна быть мягенькой. В этом весь смысл. Итак, друзья, смотрим, ставим вариться на средний огонь. Будем периодически поглядывать. Процесс этот не быстрый. Водичка должна закипеть. Ну и дальше будет по рецепту. Итак, друзья, отварили мы свою кукурузку. Ну вот, зернышко при хорошем нажатии раздавливается. Да, я, кстати, не указал, но хочу просто сейчас дополнить. Я добавил на каждый килограмм две столовые ложки сахара во время варки. Для того, чтобы сироп, который получился у нас, а вот он он, остужается, мы его не выливаем. Получился сладкий. Так что кукурузка отварилась. Ждем, когда она немножко подостынет и продолжим с ней работать. Итак, друзья, самое интересное. Те, кто просмотрели этот ролик до конца, подписывайтесь на мой канал, ставим лайки, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Ну, как всегда, вы знаете, колокольчики обязательно, а то пропустите остальные серии. Итак, друзья, мы с вами отварили уже кукурузу и теперь самое время химичить. Итак, вот такой вот у нас получился сладкий сок и здесь кукуруза. Фасуем по баночкам. Итак, друзья, рассыпали мы по баночкам. Сегодня я покажу вам два способа ферментировать кукурузу. Ну, один будет, скажем так, с маслом. То бишь, мы зальем сюда сироп, засыпем дрожжи, зальем каким-то количеством масла, которое создаст пленку и кислород не будет попадать дополнительно в нашу кукурузку. А другой способ. Я вот взял крышку и сделал. Конечно, ребята, вы можете подобное что-то купить и нет проблем. Но я что сделал? Как поступил? Взял крышку, значит, просверлил в ней пять отверстий, четыре вот таких больших на три миллиметра. Вот. Вкрутил гаечку, сделал вот такой вот клапан. Значит, это большая шайба, резиночка, которая приклеенная к шайбе. Вот. Ну и подпружиненная. На пружинке закрутил винтиком. Пружинку нашел вот такую вот. Ну и что значит будет? Газы будут через эти отверстия выходить, а кислород, естественно, не поступать. Вот такой вот вам лайфхак, как можно сделать себе вот такой вот клапан из крышечки. Итак, друзья, значит, вот тут у нас будет ферментированная кукуруза, а вот здесь, друзья, я попробую сделать консервированную кукурузу. Для этого все по порядку в моем фильме. Итак, заливаем сюда наш сироп, которым мы варили. Нам надо так добавить сиропа, чтобы полностью закрыть нашу кукурузу. Вот так. Ну а для того, чтобы газы собирались, вот такого количества сиропа нам будет предостаточно. И сюда вот такое небольшое количество. Что дальше мы делаем с вами? Возьмем обычную стаканчик. Итак, нальем сюда какое-то количество тоже сока, который у нас получился в процессе варенья. Добавим сюда, во-первых, пищу для нашего для брожения. Каждый раз вот такую вот мы сделаем отдельно. Итак, лучше это сделать ложечкой мерной. Потом будут вопросы. Я буду исходить из разряда на здесь значит 2 литра, здесь у меня полтора литра. Я буду исходить из разряда одну столовую ложку на пол-литра. Значит, здесь 2 литра. Мы добавляем раз было уже, 2, 3, 4. 4 ложечки сахара. И, друзья, вот в магазине здоровой пищи купил вот такую вот мелассу, черную мелассу, тростниковую, которая стоит 15 шекелей. Друзья, ну, это просто супер добавка для нашей рыбы. Значит, чем богата меласса? Ну, во-первых, меласса – это отход от производства сахара. Значит, что здесь есть? Ну, помимо того, что здесь богато бетаином, аминокислотом, оно состоит естественно из жидкостей, то есть, тут есть вода, естественно, да, здесь есть на 60% углеводов, богатое содержание углеводов, плюс зола, которая является, значит, ну, простым языком помогает карпу опорожняться, то есть, поев нашу еду с добавлением мелассы, карп опорожнится и придет еще раз на точку или даже не успеет уйти, собственно говоря, прям там продолжит кушать. Итак, она имеет специфический запах меласса, пахнет очень приятно. Если у вас есть возможность купить для животного черства, продаются большие такие баллоны, значит, мелассы, то обязательно приобретайте. Ну, вот я у нас нашел в Израиле вот такой вот вариант. Пока это единственный вариант, недорогой вариант, 15 шекелей, здесь пол, 500 грамм, а вот это то, что нашел, грубо говоря, да, поэтому ложим еще пол ложечки мелассы. Это будет являться пищей для наших бактерий, которые мы сейчас сюда поместим. Перемешаем сахар. Вот. И теперь я бы хотел добавить сюда сухих дрожжей, буквально 2 чайные ложечки. все дело в том, что, друзья, кукуруза, и вы это тоже должны учесть, может забродить сама без всяких дрожжей. Что, в принципе, происходит, когда мы делаем прикормку или замачиваем кукурузу, и она стоит очень долго, и она подбраживает. даже в баночках насадочная кукуруза подбраживает, но, тем не менее, были и случаи, и очень часто случаются такие случаи, ну, это уже прям такая, как бы, закономерность, открываешь какую-то заветную свою насадку, кукурузку, с подсадкой кукурузки силиконовой. Открываешь эту баночку, когда особенно долго не был на рыбалке, прошу прощения, открываешь, а она уже пахнет броженая, вот, но, тем не менее, ставишь, забрасываешь и ловишь рыбу. Вот, такое вот вам, как бы, соображение, да, приятно пахнет, сейчас дрожжи растворятся, оботрем их об стеночку, начнут питание, дрожжи добавили тоже, такой вот специфический запах, вот, и заливаем в нашу кукурузку, которую собираемся ферментировать, потом мы это все делаем, естественно, более тщательно размешаем и делаем раствор, сиропчик отдельно для той кукурузки по второму рецепту. Сюда я хочу добавить немножечко ванили, это ванильный сахар в моем случае, и добавить также столовая ложка, тут у нас три столовые ложки, два, три, делать надо сладкий сиропчик, ну а теперь добавим дрожжей, раз, тоже пару ложечек чайных, положим сюда тоже дрожжей, вообще, экспериментировать можно на этом этапе, и даже, наверное, нужно, пахнет приятно, пахнет выпечкой, почему-то у меня навеяло на пасху, вот, так, друзья, заливаем сюда, здесь у нас будет с ванилькой, вообще, ванилька и кукурузка, это прям, прям классика, ну а миласу пока мы отставляем в сторону, но, она нам еще пригодится, так, берем вот эту кукурузку, мы, как я уже говорил, зальем, сделаем пленочку маслом, вышло где-то приблизительно грамм сто масла, и крышечку мы будем плотно не закрывать, такой рецепт для ленивых, все, просто накрываем, вот так вот, крышечкой, масло не даст, естественно, сделает нам затвор, ну и так, а вот здесь, друзья, еще надо будет размешать, здесь мы закроем крышечкой моей, кстати, и получилась еще и ручечка, очень классная, вот так плотно закрыли, все, газы будут подниматься, в процессе ферментации получается углекислый газ, поэтому будет он выходить, обязательно это сделайте, друзья, потому что были случаи, взрывались и надувались баклажки, потому что-нибудь да сделайте, вот, итак, друзья, закрыли плотно крышкой, клапан работает, значит, все, все хорошо, это мы отставляем пока в сторону, дальнейшее действие, сейчас будем готовить сироп, для того, чтобы, я хочу вот эту, вот эту кукурузку я хочу законсервировать, друзья, прям, сделать свою кукурузу сладкую, для этого вам надо, конечно, будет посмотреть мое видео, вот, если вы хотите хранить эту кукурузу очень и очень долго, ну, а зачем покупать, в принципе, конечно, можно и купить, все можно купить в этой жизни, но нужно сделать, итак, друзья, приступаем, для того, чтобы законсервировать, я сначала обдал кипятком свои баночки, баночки, обдал кипятком внутри, и, в принципе, снаружи так получилось, полностью набрал кипятка, вот, вылил, тем, как бы, максимально обеззаразить саму тару, затем, вот в эти баночки я всыпал вот такой вот китайский ароматизатор, написано клубничный, но пахнет он, ну, плахнет он каким-то фруктовым, очень приятный запах, друзья, давно пользуюсь, вот такой вот пакетик, прям советую, вот, и у меня получится, вот эти две баночки маленькие будут красного цвета, я их покрашу красный цвет, а вот это будет классический рецепт, просто обычная кукуруза, красная, дальше смотрите, что произойдет, буду применять вот такие вот красители, и в красный я еще добавлю жидкого ароматизатора, итак, друзья, мы с вами прокипятили наш еще раз раствор, и теперь будем дальнейшее приготовление делать, значит, нам нужно для того, чтобы у нас эти банки не взорвались, в этом сладком сиропе, я добавлю полную столовую ложку соли, даже, наверное, так подумав, посмотрев еще раз на количество, полторы ложки соли, потому что соль здесь вообще не добавлялась ни в каком количестве, это нужно делать просто, ну, большая необходимость, будет являться нашим, как будто бы, как консервантом, и обычный столовый уксус, добавлю тоже пару столовых ложек, таким образом, наша консервация, друзья, не взорвется, итак, разливаем по баночкам наш вами сиропчик, здесь будет классический рецепт, вот так, отставляем его просто в сторону, а в эти баночки берем значит, наш ароматизатор, мы уже добавили с вами сухой ароматизатор, добавляем какое-то количество еще добавочного ароматизатора, немножко осталось, какой-нибудь ликвидик, опрокинул, ой, какой запах, обалдеет просто, так, и непосредственно в банку выдавим, получится где-то по чайной ложечке неонового такого вот красителя, затем здесь тоже положим парочку столовых ложек соли, положим с вами сиропа просто не хватило того, которым варили, поэтому мы делаем с вами сироп заново, положим раз, два, три, четыре ложечки сахара, немножечко помешаем и дольем, зальем сюда уксус, столовый уксус, раз, буквально две столовые ложки, помешаем, чтобы все растворилось, запах просто идеальный сейчас, обалдеть, вот такой вот можно пить, мне кажется, думаю, что все растворилось, заливаем нашу кукурузку, вот таким образом, чтобы дополна, она окрасится, друзья, вот, наполнили мы нашу эту самую, ах, жалко выливать, елки-палки, просто жалко выливать, что можно сделать с этой жидкостью, я так не привык, ну ладно, крышечки сначала закроем плотно, потрясем, чтобы наш сухой ароматизатор, чтобы он растворился, вот так, какой красивый цвет будет, ну, а здесь все в порядке, итак, друзья, осталось теперь дело за главным, будем эти баночки стерилизовать, как я это делаю, сейчас покажу, итак, друзья, нашел я кастрюльку пошире, положил я на дно такую вот тряпочку хлопчатобумажную, это в принципе такие, можно сказать, многоразовые полотенца, такой вот рулон, положил на дно, уложил свои баночки, вот, и теперь я приоткрою крышки, наберу воды, приблизительно вот так, и оно должно кипеть минут сорок, так варится наша кукурузка, вернее не варится, а уже стерилизуется, сейчас крышечки просто сверху находятся в таком вот свободном положении, будем ждать кипятить минут сорок, итак, друзья, мы с вами сделали ферментированную кукурузку, которая уже буквально через три дня будет готова, и мы с вами сделали, сейчас там стоит на плите кукуруза, которую мы законсервировали, она может стоять целый год, но нам столько не надо, мы уже ее используем буквально на следующей рыбалке, вот, впереди нас ждет еще кое-какая, какой-какой ролик, который я задумал, а именно из этой ферментированной кукурузы мы сделаем с вами ЦСЛ, вот тот вот знаменитый ликвид, который покоряет просто карпов во всей своей красе, вот, мы сделаем с вами ЦСЛ и отправимся, конечно же, на морскую рыбалку, друзья, но это планы о будущем, потом, конечно, будет еще и рыбалка на Кенерете, и так, стерилизуются банки и содержимое, ферментируется кукуруза, и в этом ролике, напоминаю, я показал вам как можно избежать масла, кому было полезно ставим лайки, подписываемся на мой канал, ставим колокольчики и хвостанье чешуи и встретимся на моем канале.